Всем доброго дня! Некоторые источники СМИ пишут, якобы Пригожин убит. Кто же убил Пригожина или кто исполнил чей-то заказ и чей это может быть заказ? Напишите свое мнение в комментариях, а мы почитаем, что пишут российские СМИ. Стали известны версии причин крушения самолета Пригожина. Следствие рассмотрит несколько версий причин крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором, предположительно, мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. То есть мы видим, что пока что речь идет о том, что бизнесмен Евгений Пригожин, который шел на Москву, как называется марш справедливости готовил для Кремля, его неизвестно, нет в живых или все-таки он живой. Тело еще не обнаружено. Бывший уголовник, супербизнесмен, повар Путина, как только его не называют. По информации собеседника, издание СК проверят все версии произошедшего. Среди них ошибка пилотирования, технические неполадки и внешние воздействия. Отмечается, что на данный момент место катастрофы оцепили. Ну, конечно же, нужно оцепить для того, чтобы либо вывести оттуда все, что не нужно, придавать огласки, либо наоборот, туда завести труп двойника и потом сказать, что да, вот он скончался. А живой и здоровый тот, который готовил переворот в России, может легко и свободно перебраться в Африку со своими миллиардами и с оружием, конечно же, как пишут в комментариях. Но мы верим исключительно словам Пескова, так что будем ждать его высказывания. Следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса. О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа и 7 пассажиров. Продержительно, предварительно, выживших нет. Итак, мы видим, что ситуация действительно неоднозначная. Пока что официальные СМИ не дают никаких точных прогнозов и результатов и известий о том, чьи трупы будут опознаны. Где же находится сам Пригожин? Почему он, если живой, не опубликует какое-то видео, что он живой? Или, тут два варианта, или он действительно уже мертв, или все запланировано, как и говорилось, с планом двойника. То есть туда подбросят двойника, а живой и здоровый Пригожин будет творить добро где-то в Африке. Как показывали российские СМИ, у него дома очень много различных документов на разных людей, парики для того, чтобы замаскироваться. Также пластическая операция практически за полдня может сделать из человека совершенно другого человека. Тем более, что документы в его руках. Он может заказать любой документ на любое имя с любой внешностью, как пишут в комментариях. Пишите свое мнение в комментариях, как вы считаете, что на самом деле произошло, чей это был заказ, или, быть может, это случайно, совершенно случайно это произошло. Мы, конечно же, будем следить за новостями, как мне сообщают, уже опубликованные другие СМИ очень важную информацию. Так что подпишитесь на канал и ждите буквально через несколько минут новое видео.